Привет, друзья! Вы находитесь на блоге Ленида Егорова «Реальный культуризм». Я хочу сегодня вам представить мое новое обучающее направление, которое называется «Мелочи культуризма». Я выделил мелочи культуризма в отдельное обучающее направление. Почему? Потому что мелочи зачастую можно брать в кавычки. Они могут представлять крайне важное значение в продвижении в натуральном тренинге, в его эффективности. Эти мелочи могут являться ключиками к эффективности натурального тренинга. Почему я так говорю? Прежде чем вам представлять первый ролик этого направления, я хочу сказать о том, что мы часто видим, что культуристы используют различные аксессуары. Но мы можем не знать, насколько важно использование этих аксессуаров. Многие мелочи мы не видим. Это мелочи, это различные приемы, различные тонкости. Это то, что называется секретами культуризма. Это то, что не видно, но то, что влияет и очень сильно на эффективность тренинга. Особенно в натуральном тренинге. Я подчеркиваю особенность натурального тренинга, потому что именно тренинг крайне важен в достижении результата культуризма, роста мышц. А уже только потом, далее, питание, восстановление. В стероидном бодибилдинге тренинг занимает, я вам напомню, не первостепенное положение. Первый ролик будет называться «Мелочи культуризма лямки». Лямки – это спортивное жаргонное название этого аксессуара. Иначе он называется «Кистевые ремни». Почему я вам начинаю рассказ о мелочах культуризма с лямок? Я себе задал вопрос, что бы меня больше всего огорчило, если бы я забыл один из аксессуаров. А такое со мной случается. Правда, редко, потому что я себя позиционирую как перфекционист. И я слежу за тем, чтобы не забывать. Но случается. И когда я перебрал все свои аксессуары, а их не так много, туда входит и лифтерский пояс, и неопреновый пояс под него, туда входят и кистевые бинты, и лямки, туда входят и перчатки, там же и наколенники, и налокотники, там же и коленные бинты. Эти аксессуары входят в мою экипировку, которая включает также шорты, кроссовки. Все перечисленное я забывал. Шорты, конечно, можно найти в спортивном зале, вот там из старых брошенных вещей всегда ты найдешь. Пояс можно найти, если забыл, у кого-то попросить. Можно также воспользоваться и чьими-то лямками. Но я вам скажу, что именно если я забываю лямки, я считаю, что моя тренировка не удалась, что она проведена неэффективно, и я крайне огорчен. Почему? Потому что использование чужих лямок при моих рабочих весах создает мне неудобство. Естественно, это неудобство и ненадежность удержания кисти рук на грифе штанги снижает эффективность моего тренинга. Так что же такое лямки? Ну вот лямки, это как раз приспособление, вот я вам покажу их, для удержания кисти на грифе штанги, на перекладине или на тяжелой гантели. Гляньте, пожалуйста, вот я схематически показываю, как они применяются. Для чего нам надо кистевые ремни? Вы, наверное, обращали внимание, что когда мы берем штангу, то мышцы кистей рук, они устают значительно раньше, чем другие мышцы. И только лишь потому, что мы не можем удержать штангу, мы прекращаем упражнение. Упражнение не доведено, не то что до конца, оно не доведено даже и на 2-3 пути. Вот использование лямок как раз вас в этом и убедит. Попробуйте. Но использование лямок, оно может быть надежно и ненадежно, удобно и неудобно. Да и лямки могут быть разные. Лямки, которые приспособлены для удержания штанги, и лямки, которые используют турникмены для своих упражнений на турнике. Это разные лямки. В нашем случае пойдет речь о лямках, которые используются в культуризме. Я зашел в интернет, погуглил, посмотрел, как представлены лямки там. Но, к сожалению, я не нашел той конструкции лямки, которая была бы удобна и которую я считаю самой удобной. Там есть всевозможные варианты. Будем говорить так, что то, что я предлагаю для удобства, проверено мною за мой более чем в 35-летний тренинг. Я перепробовал все способы удержания кисти на грифе и остановился именно на использовании вот таких, как у меня, лямок. Но так как я не видел их в продаже, так как я не встречал их в интернете, я их всегда изготавливал сам. Конечно, можно изготовить до определенной стадии, сделать полуфабрикат-заготовку и сшить в обувной мастерской. Но я считаю, что такой шов все равно будет ненадежен. Вот когда сам пошьешь, когда все меры предосторожности и надежности будут соблюдены при изготовлении, то вы не будете задумываться, что ваши лямки, которые удерживают кисть, могут соскользнуть, порваться. Вы будете думать только об эффективном сокращении мышц. Вот многие считают, что если кисти закреплены на грифе, то есть не надо, нет, не будет необходимости удерживать гриф, то будет плохо развиваться предплечье. Но поверьте мне, предплечьем удержание кисти на грифе не имеет никакого отношения. А если имеет, то незначительное. Конечно, ваши мышцы самих кистей, рук, будут ослаблены. Но вы сами подумайте, насколько важна сила ваших кистей, рук, если вы не используете их, допустим, в спорте. Если у вас нету каких-то профессиональных особенностей вашей повседневной деятельности. В чистом культуризме мы не развиваем мышцы кистей, рук, так как на вид тела, их вид, не оказывает никакого влияния. Поэтому применяйте лямки смело. Ваш тренинг, особенно натуральный, станет значительно эффективней. Лямки – это аксессуар номер один. Это аксессуар для группы мышц, которые занимают второе значение после мышц ног. Этот аксессуар, он позволяет именно в упражнениях для мышц спины крайне увеличить их эффективность. Именно использование лямок – это ключик к эффективному развитию мышц спины. Конечно же, при правильной технике выполнения упражнения и при правильной организации тренинга в натуральном культуризме. Итак, я вам расскажу, как изготовить самые удобные к использованию в культуризме лямки. Итак, поехали. Итак, друзья, прежде чем показывать вам, как изготавливать лямки, давайте я вам покажу свои рабочие, действующие лямки. Вот они. Вот это правая лямка, вот это левая лямка. Лямки выполнены, вот эти мои рабочие, из брезентовой ленты. Вот я их делал летом. Вот она, брезентовая лента. Вот так она выглядит. Вот эта лента шириной 30 мм, 3 см. Стоит она 10 гривен за метр. Доллар на Украине стоит 8 гривен. Вот пересчитайте на другие денежные единицы, кому надо. Лямки, они должны быть крайне надежными. Ну вот смотрите, как удержит, допустим, эта лямка. Вот у меня есть гантель. У нее ручка такого же диаметра, как гриф, стандартный. Значит, ну, лямка, вот смотрите, она у меня закручена. Да? Чуть подкручена. Это говорит о том, что она действующая. Почему? Потому что вот когда мы изготовим лямку, вы увидите, что она будет прямая. Но когда вы эксплуатируете, она приобретает такой подкрученный вид. Это удобно. Почему? Потому что, вот смотрите, я одной рукой, вот одной рукой лямку кладу на гриф. В данном случае ручка гантели. И одной рукой, вот пальцами, я подкручиваю, подкручиваю, подкручиваю. До тех пор, пока у меня ладонь не ляжет на ручку, на гриф штанги. И вот, пожалуйста, вот, очень удобно, очень надежно, поверьте, что это очень надежно, удержание, для удержания кисти на грифе. И когда мы вот так вот надежно удерживаем кисть на грифе, мы можем не отвлекаться на удержание и сконцентрироваться на наши целевые мышцы. Ну вот, видите, лямки, они такие белесые. Почему? Потому что, для того, чтобы трение было минимально, я еще и смазываю магнезий. А магнезия имеет биосет, поэтому они такие белесые. Мы посмотрели на мои рабочие лямки, да? Теперь гляньте, они подписаны. Ну, спрашиваются, для чего я подписал? Счиславия ради? Нет. В первую очередь, вот когда я отхожу от штанги, да, с которой я работаю, я оставляю на ней лямки. Вот если это тяговое у меня упражнение. Это говорит о том, что здесь, на этой штанге, кто-то работает. Ну, отлучился там на несколько секунд или минут. В противном случае, вот при нашей насыщенности, зале, можно отлучиться на несколько секунд, и прийти уже кто-то либо занял штангу, либо кто-то снял с нее блины. Если наши лямки не подписаны, то вполне возможно, что это лямки общие для зала. У нас есть и такие. Новички, которые еще не изучили правила зала, они как раз могут и взять лямки, если не подписаны. Большой спрос на любви. У тебя сейчас есть еще на любую пятерочку. Вот нашел. Вот ту вещь, он всегда найдет. Костя спрятал, а ну ее нашел. И уже прячет. Эй, Гру. Это что, маше, да? Я уже... Ел, это я. Ну, я ел, тут и съел. Вот так, видите, только отошел. И уже она вот так вот ушла лямочка. Такое ощущение, что как будто там и была в руке. А когда подписаны, все знают, что они чьи-то. Чьи-то персонально. Это очень удобно. Но спрашивается, чем не устраивают меня вот эти мои рабочие лямки на данный момент? Я сочетаю приятное с полезным. Пытаюсь и показать вам, как изготавливаются лямки, и изготовить реально мои новые рабочие лямки. Почему? У этих лямок не устраивает петлевая часть. Вот петлевая часть для меня больше, чем надо. Как это получилось? Но до использования вот этих лямок у меня были лямки шириной на сантиметр шире. То есть 4-х сантиметровые по ширине лямки. И оно было потолще полотно. То есть вот у меня получилось так, что материал предыдущих лямок, он еще был савдеповский, еще из СССР. Естественно, там плотность каник была выше гораздо. И естественно, я сделал, учитывая, что те лямки мне прослужили порядка 4-5 лет и были очень удобны, я сделал по образу и подобию, в том числе и петлевую часть. Но я не учел, что материал будет более тянущийся. Я не учел, что материал уже. И поэтому петлевая часть растянулась. А я использую вес. Вот у меня вес в шрагах порядка 315 килограмм. Вот это тот максимум, ну 320 у меня максимальный вес, который я использую в шрагах. Естественно, длительное удержание штанги, оно вытягивает петлевую часть. В итоге она растянулась и очень свободно у меня входит. Вот очень свободно. А должно вот так с натягом находить. То есть, ну, и будем говорить так, если растянутая петлевая часть, то надежность удержания хуже. Почему надежность удержания хуже? Вот посмотрите, вот широкая, да, вот петлевая часть. Вот я накрутил. Видите, как она ложится? Вот я плотно даже положу ладонь, да, на гриф. Но вот эта часть у меня широкая. Если бы петля была поуже, вот так, то как раз петля бы ложилась больше на запястную часть. А так она ложится на фалангу, на вот эту фалангу. Естественно, она на нее давит. Естественно, через фалангу давится на гриф. То есть, это и достаточно малокомфортно, ну, и, наверное, и травматично. Вот в этой части эти лямки меня не устраивают. То есть, мне не устраивает ширина. То есть, комфортнее все-таки более широкая. И не устраивает вот эта петлевая часть. То есть, комфортнее было бы, если бы петлевая часть была бы меньшего диаметра, меньшего размера. Итак, для того, чтобы я сделал то, что хочу, на рынке я приобрел, вот несколько дней назад, вот вот такую брезентовую ленту. Вот брезентовая лента, это самое лучшее название. Непонятно, почему вот эти старушки, которые продают, вот вместе с различными тесьмами, веревками, вот такую брезентовую ленту называют ее брезентовое полотно. Главное, она хлопчатобумажная. А хлопчатобумажная ткань, она создает большее трение, да, меньше скольжения по грифу. То есть, она вложится более прочно на гриф. Итак, ну вот, говорит так, длина меня устраивает, да, вот этой рабочей части. Поэтому, я для начала отмеряю такую же длину. Вот я сейчас замеряю. Ну, почти 61 сантиметр. Вот это настолько она вытянулась. А я так, насколько я припоминаю, 60 сантиметров была длина, ну, когда я делал. То есть, 60 сантиметров отмеряем, отмечаем. Ровненько под линейку намечаем. И будем отрезать. Да, ну, чтобы отрезать, стол нам портить ни к чему. Вот, кладем такой кусок ДВП, или чего там, что нам не жалко. И вот так погнали отрезать. Вот так вот я отрезаю. Вот так мы Ровненько отрезали. Вот, пожалуйста, вот наша заготовочка. Но, не будем торопиться, будете отрезать вторую. Давайте я запрету сначала одну. И вот должны сложить петлю под нашу правую руку. Вот мы ее складываем. Петлю под нашу правую руку. Так, вот так смотрим. Вот ставили. Ну, где-то... Так, вот кладем перед собой. Вот я вымерял там, да? Всячески. Вот этот уголочек. Ну, вот так похоже. Вот она достаточно узко ложится на запястье. Когда я тяну. Ну, вот так вот я... Сейчас я пойму, сейчас я вытащу. Так. Теперь я намечу. Так, вот так намечу. Вот я намечаю фломастером, который рисует на CD-дисках. Так, наметил. Вот я приложил, наметил. Но, прежде чем зашивать, давайте все-таки попробуем. А чтоб попробовать, нам надо зафиксировать. Как бы фиксировать? Уберем шило. Вот так пробиваем. Полотно достаточно плотное. Так, теперь берем вот... У меня вот иголочка с ниточкой заготовлена. Вот я в эту дырочку ставил. Ставил. Вот так, зафиксировал. Ну, вот мы в трех местах зафиксировали. Вот давайте попробуем. Мне кажется, что неплохо бы меньше сделать. Обрезаем. То, что мы наметали. Вот. Вы можете, вот видите, вот мы намечали. Да, теперь можем выложить. Так, как оно было. Вот мы выкладываем. А теперь мы можем сделать немного меньше. Ну, вот так, например. Опять помечаем. Уже новое положение. И опять наметаем. И вот мы зафиксировали четвертую точку. Ну, давайте еще сделаю так. Подвержены нагрузки, больше всего. Даже в наметках. Так. Обрезаем. Вот обрезаем. Итак, смотрим. Ну, вот с трудом проходит. Теперь я проверю на сантеле. Вот так будет видно, да? Вот смотрите, видно ровно. Вот мне сейчас, ну, если допустим, на полу еще можно, да? Вот так просунул и поднял с пола. А на штанге было бы сложно. Мне пришлось бы помогать. То есть, какое-то время, пока не примут наши лямки такую загнутую форму, сложновато будет одевать одной рукой. Да? Вот я вам еще раз покажу, как это просто делается на рабочей лямке. Вот она, закрученная. Вот я вставил. Да? Вот я сразу перехватил кончик закрученный. И вот я зафиксировал. То вот новая лямка, то сложнее. Потом она, конечно, пошире. То есть, вот это полотно шириной 4,5 сантиметра. 45 миллиметров. И стоит такое полотно на 5 гривен больше. 15 гривен за метр. Напомню, что у нас на Украине 1,8 гривен стоит. По-моему, я угадал. Оно так плотненько, хорошо. Плюс там подрастянется чуть-чуть и будет вообще замечательно. И теперь я примеряю, как будет выкладываться рабочая часть на гантель. но здесь мне надо помогать, потому что не закручено. Опа! Ну, мне нравится. Ну, я вам должен сказать, что достаточно прочно. и вы видите, поверхность уже не так давит, как вот эта лямка. Вот сравните ширину. То есть, я чувствую себя комфортно. Комфортно. И я принимал решение, что вот такое положение лямки годится. Так, убираем нашу гантель. Такое положение лямки самое приемлемое. Теперь, вот пока наметано, да, я беру еще раз фломастер и уже намечаю жирно. То есть, крайне жирно помечаю. Так, пометили. Теперь, то, что наметали, убираем. Ну, пока не убираем вот эти нитки, мы четко будем знать, где какая часть. Вот, смотрите, вот наши пометки. Видно, где выкладывается петля. Вот теперь берем наше полотно. Отмеряем наши 60 сантиметров. Ну, можно вот так. Можно отмерить, пометить. Можно по вот этой наметить. Это не столь существенно. Так. И вот так вот отрезаем. вот так ровненько, аккуратненько. Вот мы получили заготовку для второй, для левой лямки. Так. Теперь мы что? Должны сделать пометки уже на левой лямке. Точно так же, как и на правой. Но в другую сторону. Вот так, да? А здесь мы должны сложить вот наша рабочая часть прямая. Должны сложить в противоположную сторону. лямку. Теперь помечаем с торца. С торца метки нам нужны для того, чтобы перенести на другую заготовку. Для другой руки. то есть вот мы прикладываем и намечаем. Еще раз проверяем. Совпадают метки. Здесь совпадают метки. Проверяем много раз. Опять-таки лучше сто раз померять. А потом отрезать. Вот вот наши меточки. Вот. Мы не ошибаемся. Вот так надо выкладывать. Вот так надо убеждаться. Так. Вот одну часть мы пометили. Да? мы ее наведем. меточки. Вот если вот эта часть и уголочек совпадает, все остальное должно совпасть. То же самое здесь делаю. вот если совпадает, все остальное должно совпасть. теперь, ребята, все, мы сделали заготовки. Заготовки. Кстати, вот на вот этих заготовках можно показать еще вариант, какой лямок существует. то есть вот так вот берут, складывают. Вот так концы складывают. Вот так вместе. Здесь то же самое. Я вам показываю, какие варианты лямок могут быть. Складывают вот так. И вот у нас уже возможность фиксировать нашу кисть. вот я беру гантель и вот показываю. Но здесь, конечно, вот такие лямочки неудобны одной рукой на штанге. Вот так подкручиваешь другой рукой, просишь, чтобы там тебе помогли. И вот тоже фиксация. Тоже неплохо фиксируют, но каждый раз складывать ну, не знаю, мне всегда было неудобно. Так. Поэтому лучше сделаем уже один раз, но удобство, поверьте, будет просто, неимоверно. Вот заготовка у нас есть, все намечено. Ну и прежде чем приступать уже к шитью непосредственно, берем вот эти наметки, они нам уже ни к чему. Все вымерено, все четко, во всем уверены. Так. Ну и прежде чем сшивать, так, как мы будем сшивать, а, вот так, вот так, вот так. Вот видите, очень легко сложить уже, мы уже четко знаем, куда пришивать. Ну, кстати, теперь, кстати, желательно вот эти края, перед тем, как шить, промазать клеем. И промазываем. Клей ПВА, обычный клей ПВА. вот так берем и так промазываем. Промазали. Это для чего, чтобы крайне обстрепывался. сделать лишнее обрезано. Так. Ну и прежде чем сшить, прикладываем. Ну, мне было бы удобно, если бы я наметил линию шва. Вот так беру и приблизительно отступая где-то по 2 мм, по 2,5 мм, может быть, может быть, по 3 мм от края. На глазок хорошо, но, поверьте, это уже 5-6 лямки, когда наметят, все-таки проще. Да, и намечу места дырок. Вот так вот я пополам делю каждую сторону, потом половинки еще раз напополам, еще раз напополам и четвертинки еще пополам. Вот у меня уже места дырочек моих видны, это очень удобно. То же самое с каждой стороной делаю. Вот такие пометки их делать недолго, несложно, но очень удобно в дальнейшем для шитья. Так, ну вот у нас все намечено, вот посмотреть. Так, ну а теперь что нам остается? Шить для этого нам надо цыганская иголка, такая большая иголка. Я покупал в одном месте и ленту брезентовую, и цыганскую иголку и нитки. Нитки капроновые, они обувные такие нитки. Вот, посмотрите, так можно поближе. Вот так они выглядят. Ну а теперь что, берем, ну где-то нам, я думаю, понадобится метра полтора. Ну вот такой размерчик, вот как раз отрезаем. Вставлять цыганскую иголку достаточно удобно. Если вдруг у вас какая-то другая нитка, она лохматится и так дальше какие-то проблемы, ставите тоненькую проволочку и так раз и вытащили нитку. Вот для меня оказалось это не проблемой. Да, теперь делаем узелок. Узелок как обычно раз крутнул, два крутнул. Ну вот этого работы достаточно. вот так затянул хорошо, подтянул, отрезал. еще раз прикладываем и смотрим откуда мы начнем шить. то есть я предлагаю начать отсюда против часовой стрелки правую против часовой отсюда и пошел. сначала нам надо узелок наш загнать между лентами. Вот так мы делаем дырочку с другой стороны вставляем иголку вот мы затягиваем вот наш узелок вот он будет в этом месте. почему? Потому что в этом месте он может мешать обдирать вам кожу то есть мы все продумываем заранее а здесь он никому не мешает вот он внутри этот узелок это уже важный момент потому что бывает такая мелочь что узелок выгонишь его приходится потом либо обрезать что прочность нарушает либо испытывать неудобство мы все делаем ради удобства поэтому вот эти мелочи надо учитывать есть теперь делаем уже совместный прокол прокалываю две полосы вот так вот так покрутил и с той стороны вставляю нашу иголку вот вы видите я сразу же четко фиксирую вот эту часть да вот так по диагонали вот как я наметки делал да и делаю это два раза почему что вот эти края были надежно закреплены то есть они подвержены нагрузке и поэтому мы поступаем именно так вот два раза два стежка все а теперь мы можем идти вдоль линий вот этой опять прокалываем делаем сижок теперь через следующие с другой стороны так я вот не заметил надо замечать и выходит так вот выходит мы заметили откуда выходит и туда же вставляем иголку и так я прошелся один раз так вот против часовой стрелки на правой лямке прошелся один раз прошелся я не знаю как называется этот шов но зашел вышел зашел вышел и тогда через через шаг теперь мне надо пойти в другую сторону да но здесь я ошибся то есть я здесь зафиксировал здесь здесь а этот угол не зафиксировал вот видите вот я зафиксировал вот и вот то есть два раза да а здесь нет и когда я буду назад в другую сторону идти я должен не забыть зафиксировать это важно надежность будет хорошая если зафиксировать все четыре угла ну и чтобы выглядело красиво для эстетики я возьму на виду наши швы фломастером ну все пожалуйста вот так уже выглядит наша лямка согласитесь что это совершенно уже другой товарный вид ну вот я сделал за кадром другую лямочку левую вот точно так же я подправил швы вот далее подпишу их и все лямки наши готовы и вот я проверяю вот смотрите вставляю кисть вот туговатенько но это хорошо она потянется наверняка чуть-чуть потянется и будет вполне нормально входить и достаточно быстро мы сможем одевать то есть сейчас таких особых проблем нет все теперь берем и проверяем так ну вот смотрите все хорошо вот вот так вот плотенько накручиваем но пока я помогаю вот мои предыдущие лямки вот видите они закручены вот новая лямка вот так выглядит а вот предыдущие вот я вам говорил сейчас покажу что та почти прят поэтому первое время пока она примет вот такую закрученную форму ну может надо помахать ну вот я четко зафиксировал кисть руки на грифе четко и в дальнейшем то есть я могу выполнять упражнения с гантыльными тяжелыми со штангой и уже не думать за удержание грифа а это крайне важно это поверьте мне ну процентов на 20 повышает эффективность а то и на все 30 мелочь но эта мелочь крайне важная итак ребята я вам показал одну из самых главных мелочей один из самых главных аксессуаров итак я закончил шейклянки вот прямо перед тренировкой а так как сегодня среда тяжелой недели именно в среду я выполняю шраги то есть это упражнения с самым большим рабочим весом вот я как раз их и испытаю до этого я пробовал вот на подводящих подходах мне было очень удобно а вот сейчас здесь 320 килограмм то есть здесь блинов по 5 по 25 одна двадцатка пятерка и замок то есть всего здесь 220 килограмм гриф я специально взял самый гладкий самый старый вот он ну отполированный буквально и здесь я магнезию не накладывал именно так я буду испытывать то есть в самых тяжелых условиях и так ну вы видите что очень легко пользоваться вот они уже подкрутились в предыдущих подходах так 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 плотненько что вес большой поехали ну что грифе. Ну, мне понравилось. Удачно. Здесь вот эта шея на 4,5 прекрасно ложится. Я переживал, что будет широковато. Но, будем говорить как, теперь я могу советовать такие лямки с уверенностью, что они вам тоже будут комфортные. Итак, до следующих роликов. Всего доброго. Пока. Продолжение следует.